всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут светлана и здесь мы обсуждаем парфюмерию сегодняшний выпуск я назову 5 книг 5 парфюмов вы меня спрашивали какие 5 книг являются самыми важными для меня ну самыми важными сказать сложно но одними из самых можно итак сегодня мы обсудим 5 книг и 5 парфюмов первая книга которую я хотел бы представить вашему вниманию это книга немецкого писателя германа гесса и эта игра в бисер я знаю многие уже слышали об этой книге это величайшая книга двадцатого века не мои слова я ее открыла в 2008 году по рекомендации одной из подруг и я настолько была шокирована этими мыслями этой красотой то как написана эта книга то о чем здесь говорится здесь все очень символично есть все пространство для переосмысления пространство для интерпретации очень много интересных мыслей пришло после этой книги но самое главное то как она написана это праздник всех эстетов я читал на русском языке но вот сейчас себе библиотеку купила на английском к сожалению к сожалению на немецком я не могу прочитать в оригинале но на русском перевод потрясающий то есть настолько красиво написано эта книга что эта книга не может вас не изменить если вы ее прочитаете она навсегда оставит след вашей душе и станет такой жемчужиной которую вы будете хранить в своем сердце очень красивая книга во всех смыслах и я не буду здесь ничего рекомендовать просто хотела сказать что она очень сильно повлияла до этой книги я не знала что можно так писать и можно такие книги читать и просто чтобы вы понимали какое влияние она оказывает на людей один раз я летела из нью-йорка до москвы все девять часов я сидела совершенно незнакомым человеком мы разговаривали об этой книге просто девять часов на самолете мы разговаривали о ней потому что случайно познакомились и слово за и перешли к этой книге и еще в 2010 году я наверно в 2010 году я познакомилась с молодым человеком из швейцарии он приехал в москву я им показывала город и разговор зашел о книгах и я рассказала ему об этой книге и спустя 10 лет он нашел меня в фейсбуке буки и как-то слово за слово вспомнили как мы тогда гуляли и он мне написала помню что не рекомендовала эту книгу она потрясающая вот настолько она оказывает влияние на жизни людей она очень красиво написано и здесь очень много мыслей это первая книга которая хотела поговорить и первый парфюм это парагон я только что отсняла видео об эниссио это аромат о духовном росте аромат из коллекции гидонист где каждый из парфюмов и всего три означает свою сферу жизни первый это телесная сфера дальше эмоциональная и дальше духовная и вот этот аромат относится к духовной сфере и вот мне кажется как никогда она этот аромат подходит к этой книге потому что в этой книге речь идет о школе о духовном росте главного героя поэтому он как никогда подходит сюда и этот древесно-ароматический аромат здесь полосанта здесь есть сандал уд здесь есть лаванда шалфей и слива и это настолько все гармонично звучит он очень мягкий не смотрите пожалуйста что здесь вот он очень мягкий гармоничный сбалансированный очень красивый его хочется на себе слышать здесь есть и сухость древесины и сочные сливы и вот эти ароматические травы это все настолько красиво смешано что нельзя и не наслаждаться это очень красивый окутывающий аромат как шар он очень комфортный успокаивающий и настраивающий наверное на такой духовный рост следующая книга которая стала неизводимый след это эйн рэнд атлас расправилась плечи у меня все три книги в одной вы посмотрите какие никакой мелкий шрифт как она зачитана мне было очень удобно с ней путешествовать я читал в путешествиях в поездках в командировках и каждую свободную секунду я посвящала ей потому что я не могла остановиться эйн рэнд имеет российские корни она еврейского происхождения жила в петербурге и в возрасте 9 мне кажется лет она переехала в соединенные штаты америки и свои книги начала писать на английском языке хотя это был не родной и было тяжело но она настолько восхищалась этой страной что она очень хотела владеть английским языком и о чем эта книга конечно здесь опять же много идей много тем которые обсуждаются но прежде всего эйн рэнд восхищалась человеком творцом человеком который способен воплотить свою идею своими руками в жизнь соответственно очень говорящая профессия для нее архитектор то есть он способен создавать огромные здания сначала в своей голове дальше на бумаге и дальше с помощью тяжеловесных материалов это все воплощать в жизнь и и городом ее мечты был всегда нью-йорк это как то место где человек может себя реализовать эти небоскребы показывают насколько сильно насколько силен дух человека насколько человек может создавать такие мощные творения для нее это показатель силы духа силы воображения и это конечно меня покорило я конечно же прочитала источник где главным герой уже является архитектор я также прочитала мы живые очень интересный роман который заканчивается почти по японски очень живописно это о петербурге времен революции об очень сложных ситуациях которые попадает человек и в этих ситуациях какие решения он принимает какие какой выбор делает и эта девушка которая была в центре этой книги она пыталась как-то выжить металась от принципов к любви от любви к принципам она наконец-то принимает решение эмигрировать и она убегает через границу это была зима это был белый снег и она перебегает через границу и в нее стреляют и вот эта кровь на снегу это вот как в лучших японских фильмах очень по-японски мне кажется закончилась эта книга и да я была поражена размахом этого творения и собственно говоря начинается эта книга кто такой джон голд и когда я путешествовала опять же чтобы вам показать насколько эта книга влиятельна имеет значение имеет влияние на людей я видела бренд наушников который назывался кто такой джон голд и в общем то очень важная тоже книга была для меня и вот сам факт того что вот я ее читал в таких походных условиях для меня важно чтобы книга была прочитана поэтому я ее храню и не покупая новое красивое здание для меня вот важно знать что вот именно те страницы по которым бегали мои глаза они со мной рядом вот но и говоря о парфюме который идет с этой книгой это ганимет ганимет мне кажется квентин биш относится к тем людям которыми восхищалась эйн рэнд мне кажется здесь энергия большого города здесь полет небоскребов я вижу эту металличность минеральность современность вот именно все современные тенденции здесь и в том как она видела нью-йорк они очень схожи мне очень нравится аромат здесь есть еще замша здесь есть бессмертник асмантус но все это настолько звучит воедино в какой-то красивый аккорд сливается это вот как небоскребы нью-йорка выстраиваются в ряд на горизонте еще одной книгой который которая повлияла на меня была книга симонда бывах но вот это симонда быва независимая женщина а первая книга которая читала которая хотела рассказать второй секс это конечно же речь идет о слабом поле как мы говорим да сама формулировка то какая и в общем то она провела целую работу исследовательскую по тому насколько заложено и природой и в языке в каких-то лингвистических механизмах насколько заложено заложен этот патриархат тот факт что во многих профессиях нет феминитивов мы опять об этом говорили кстати возвращались к этому разговору недавнее время блогер-блогер когда учитель учительница но это вот одно из этих во многих языках если мы говорим в общем то это мужской род они женские до очень много есть еще одна книга называется невидимые женщины тоже говорит об этой теме на меня повлияло это я начала замечать вот такое воздействие таких патриархических пережитков если может так сказать если они все-таки пережитки в нашей жизни на самом деле женщины вы меня понимаете может быть и не надо об этом книгу читать но она была именно за то чтобы было разграничение да то есть равные права не означает то что мы равны мы разные конечно надо учитывать свою разность свою особенность надо о ней знать и в то же время надо пользоваться идентичными правами то есть феминистки нашего времени почему она против них потому что люди путают равноправие и равенство мы не равны мы разные это нужно учитывать но права как в профессиях до должны быть равными но это конечно опять же идеализм некий но это нужно понимать о том что происходит в нашем двуполом обществе надо знать надо знать то что было раньше нужно знать имена те кто боролся за свободы каких свободно мы добились нужно это ценить конечно же и в то же время нужно учитывать что мы разные вот это очень важно и конечно аромат будет у меня здесь в уме нити от миглер это мой недавний флакон и это аромат а фиговом дереве тоже да очень символичным фиговое дерево это дерево знаний и здесь также есть черный экран он добавляет какой-то минеральности раньше я уже вам говорила не слышала фигового дерево слышу я его слышу вот эту листву зеленую слышу и очень много какого-то холодного воздуха вот те кто любит зеленый лист фигового дерева вот очень красивый аромат свежий прохладный очень приятный здесь есть да какая-то минеральность я не могу сказать что это икра ну вот что то есть как будто даже металл как будто даже металл здесь есть ну вот такой аромат уме нити для симон 2 следующая книга это Вильям Фолкнер это the sound and the fury шум и ярость и что я хочу сказать я читала ее два раза каждый раз как первый я хочу сказать что эта книга меня заставила почувствовать ребенку в песочнице я ничего не поняла пока я не посмотрела критиков пока не почитала мне нужна была помощь вот так поэтому те кто не знаком с американской литературой пожалуйста и Штайнберг есть Фолкнер есть потрясающие писатели я раньше американскую литературу не знала и часто говорила да что там у американцев есть а у них есть 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 потрясающие авторы так же как и у нас Вильям Фолкнер жил на юге здесь основная проблема на юге это естественно рабство и после освобождения общество люди оказали в замешательстве после того как рабов освободили потому что рабы не были готовы жить по правилам свободы они не знали что делать со своей свободой и они продолжали жить в своих дома в домах своих владельцев и очень много здесь проблем затрагивается вот именно рабство освобождение людей затрагивается проблемы войны морального выбора здесь очень много символизма очень много интертекстуальных намеков и так как Фолкнер использует поток сознания как художественный прием здесь очень тяжело вычленить когда герой ну когда речь идет о здесь и сейчас и когда речь идет о том периоде когда был было 30 лет назад воспоминаний это настолько все смешивается в голове что невозможно вычленить вот первого раза я не смогла и что самое интересное первая часть рассказана от имени человека умственно отсталого еще 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 тяжелее понять что там происходит очень много всего это очень тяжело понять я уже говорю я с этой книгой почувствовала себя ребенком ковыряющимся в песочнице я не понимала решительно ничего мне надо было перечитывать смотреть видео смотреть словари читать библейские ссылки и так далее то есть очень много здесь непонятно очень и до сих пор я еще хотела перечитать и я думаю буду перечитывать потому что не все я поняла соответственно аромат я выбрала фредерик май superstitious альдегидный зеленый шипр он символизирует те дебри в которых я петляла чтобы поймать мысли этого автора это очень подходящий аромат темный загадочный задумчивый как будто вы петляете в лесу ночью и там еще туман спускается и вот вы когда эту книгу читаете у вас такое ощущение что вы в тумане вы ничего не понимаете решительно здесь почули витивер ладан альдегиды мне было удивительно видеть здесь еще и персик с розой честно говоря совсем их не чувствую и амбра но это темный аромат такое ощущение что вы по дебрям скитаетесь и пытаетесь пробраться на свет а света все меньше и меньше уже закат такой аромат и такая книга последняя книга которая расскажу это уже профессиональная деятельность я начала заниматься шестью сильными в двенадцатом году и я начала переводить все материалы для обучения мы основывали свою консалтинговую компанию я с моим будущим мужем и мне надо было как можно больше узнать я посещала курсы учила училась обучалась читала первая моя книга это была цель от Ильяху Голдрат я ее прочитала за девять часов я ее открыла и закрыла через девять часов я не могла остановиться эта книга это как большой бизнес кейс для менеджера по поиску так скажем источника всех проблем и собственно говоря шесть сигм бережливое производство да это все методологии оптимизации бизнеса как вы можете что-то улучшить найти проблему найти проблему это достаточно сложно вот и вот вся книга была посвящена этим рассуждением разговором осознанием и собственно говоря эта книга стала первой ступенью в понимании Ильяху Голдрат да вот этой идеи бережливого производства ну в английской терминологии это lean lean то есть процесс без потерь да стройный процесс без жира да обычно lean meat мясо без жира ну и вот и процесс тоже без лишних без излишков то есть процесс как он есть и вот к этому и стремится собственно бережливое производство его активно используют тойота собственно говоря все равняются на тойоту но с японцами никто не не может конкурировать потому что у них есть вот эта это культура ежедневных небольших преобразований да вот это очень важно ну и собственно говоря с этой книгой у меня ассоциируется аромат амуаж journey путешествие потому что в корпоративной культуре когда вы начинаете вступайте на путь преобразований да оптимизации бизнеса это не просто один проект это целая волна проектов то есть это постоянное постоянное совершенствование то есть называется непрерывное совершенствование и это путешествие называется journey в английском языке часто используется слово journey lean journey six sigma journey вот поэтому journey и здесь это мед хотя знаете вот это вот путешествие в оптимизации совершенно не мед это не мед это очень много конфликтов столкновений сопротивления но чтобы это все показалось чтобы это все легче переносить можно использовать этот аромат это journey это мед это цветы здесь есть и желтые цветы и белые цветы очень много меда он такой оболакивающий в нем комфортно тепло здесь кстати есть еще и табак да и специи кардамон мускатный орех а из цветов мимоза жасмин османтус ну вот османтусу дают вот эту абрикосовость часто говорят об абрикосах здесь в табаке но для меня это о меде все таки мед 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 со специями мед такой натуралистичный с горчинкой он очень густой он густой гурманский сладкий сладко-горький сложный аромат как и собственно путешествие вот вот такие пять книг пять ароматов пожалуйста пишите и знакомы ли вы с этими книгами знакомы ли вы с этими ароматами я знаю эти книги достаточно о них много говорят поэтому я очень буду рада с вами обсудить эти книги и пожалуйста пишите какие бы ароматы вы к этим книгам подобрали вот но на этом у меня все большое спасибо за внимание если понравилось видео пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь подписывайтесь на телеграм-канал и давайте общаться в телеграме в комментариях буду рада общению всем хорошего настроения интересных книг и красивых парфюмов всех люблю до скорых встреч подписывайтесь на канал